привет друзья вот сколько живу и все удивляюсь вот как вот по жизни все взаимосвязано и как я тут задумался вот откуда пошла у меня такая любовь чтобы мастерить там удочки чтобы там что-то придумывать свое и вспомнил я практически всю свою сознательную жизнь всю свою сознательную жизнь баловался ножами то есть ножички там строгал делал там кораблики вот я помню с детства еще на на даже не знаю с первого класса со второго класса вот тем более вокруг тоже была возня с ребятами кто чего мастерил там рогатки самострелы луки и вот оттуда наверное вот и пошло мое просто как бы увлечение но такими вещами как самодельное что-то самодельник стал вот ну покажу вам просто то что я делал для кухни ну просто там перочиной ножи типа для рыбалки и соответственно будем ну смотреть что ли что у меня из этого получилось и к чему я пришел вот этот ножик сделан из простого клапана камазовского обычно делается выпускной клапан клапан они терновостойкие но там одна вещь есть что внутри он пустотелый этот клапан но он очень прочный и надежный и когда я его обрабатывал ну не сам конечно вот то я именно расковал нож от шляпки и тогда вот получалось вот хорошее лезвие они даже можно было сделать меньше ну а ручку я уж там внедрял как раз в эту пустоту и вставлял стержень приваривал и в общем-то внедрял ручку вот это как-то удалось в общем-то заготавливали дрова ну и стоял там валежник сухой березой почти сухой но береста была в полном порядке вот я набрал брестяную ручку так-то приблизительно я сделала то копию попутчика ножика и вот в общем то у меня тут своя фишка на этих ножах вот это место где держится рука она у меня круглая то есть чтобы можно было этим ножом ну варьировать в плане того что когда там что-то там строгая что-то делаешь вырезаешь чтобы она ну в общем то в руке было очень удобно и не случайно самураи вот и все остальное такая братья которая мечи и ножи убийство и все остальное они в основном ручки были круглые чтобы ими можно было действительно вот вращать нужный момент повернуть все остальное но мы ножи используем просто чисто для хозяйственных целей я в частности больше делал их как бы как кухонные ну и немножко делал для рыбалки вот именно на рыбалку ходить для того чтобы там ну есть всякие рога рогатину срезать может быть там костерчик развести нащипать починить там удочку или там ну не важно что мощно-то нож он всегда нужен поэтому нож это вот основной так сказать инструмент для выживания в любой ситуации потому что это нож и можно разделать им можно разжечь им можно нарезать в общем-то много функций кто ножами увлекается тут знать что можно сделать ну так вот это тот ножичек такой простой из берестяной ручки тыльную сторону ну как обычно все время когда что-то делаешь то ну начинаешь что-то выдумывать что-то не получается ты выдумаешь не вот форма такая получилась здесь гайка из нержавейки просто я все стяну береста на очень друг друга за счет своих клеющий слой свойств смолы она очень хорошо сжимается и очень-то мне довольно таки получилось это тоже не ржавейка но эти бывалые ножи то есть я те которые у меня были когда-то такие симпатичные отполированные может меня их не осталось и даже на нам могу сказать почему когда у меня была машина первое вот и я как-то просто крашу диски и мне прохожий знакомый такой поздоровался и говорит что красишь то украдут ведь ну и от посмеялся покрасил диски поездил я на них на этих колесах два дня меня сняли все четыре колеса и с тех пор как бы вот эти примета она такая серьезная то есть я не стараюсь делать так чтобы она все блестела то есть это у меня не на выставку я делала для вот именно для себя для работы ну так более-менее обрабатываю все надо отполировать это и совсем не сложно но они не полируем в общем то вот так ну вот первый мой нож ну он не первый просто я о котором я рассказываю будем откладывать в основном все время не устраивают кухонные ножи ну в данный момент их очень большой ассортимент а например лет двадцать тридцать назад в общем то это все было сложно и кухонные ножи были на настолько практичные и простые что и вот как раз в то время вот я сделал такой ножичек это текстолит это нержавейка это все тот же клапан и форму от именно с тех времен практически круглая то есть сечение здесь овал очень такой близких кругу или прям от круг сечения и им удобно и чистить картошку и нарезать естественно не салатный такие грубые работы но он очень прочный свод сделал то есть на конус все идет не знаю там как некоторые здесь практически всегда делаю линзу когда делаешь линзу во первых его затачиваешься он как бы сама затачивающийся нож получается то есть его небольшие движения здесь все время утончения и чем больше его точишь тему так сказать острее становится и вот сколько уж лет и он еще до сих пор не износился но поправлял тут немножко изношено было вот за счет того что ты точишь их ножи и соответственно поправлял немножко вот этот вот эту часть то есть утолщение когда появились клеи универсальный который все клеют мне еще друг привез из германии клей и я все как-то не доверял им особо и потом а что не доверять то катушку мне как-то сломалась еще лэмс такие были катушки и там вот этот стопор который скидывает дужку он у меня сломался и в принципе там шпиатор и припаять ну ничем ну никак изготавливать деталь это у нас слишком такая была вычурная а там всего-то с отломился шпенек с небольшой площадкой вот я сделал такой же шпенек только даже не помню уж какой ну и стали короче и приклеил этим клеем думал то выдержит не выдержит собрал катушку и в общем то она мне отработала полный пока подшипники не развалились ну и соответственно там уже катушки модели новые пошли я стал брать более такие популярные катушки так вот я попробовал просто на этот клей вот прям даже там видно чтобы это орг это орг стекло необработанное металл практически но то что он был закаленный в общем то так не обработал и приклеил этим клеем и вот он до сих пор у меня живет ножичек тоже так картошку почистить масло там чего-нибудь бутербродик намазать но такой скромный маленький ножичек но он тоже прочный то есть он сделал из заготовки из которой я делал там другие ножи а это просто кусочек остался я вот из него сделал естественно сверел тоже раньше было трудно достать отличных чтобы они сверлили эту сталь поэтому приклеить самый лучший вот был вариант или раньше прожигали сваркой но я вот приклеил и вот говорю он до сих пор до сих пор он у меня живет вот я его не полировал это он руками отполировался до такой степени что вот он видите прозрачный получился также как-то попалась у меня полоска железа у металла и соответственно я тут к наждаку кстати вот вот эти ножи меня просто научили работать на наждаке то есть наждак вообще с точильными камнями со шкурками но со всеми вот этими материалами то есть для меня не проблем сделать линзу сделать как вот у охотничьего ножа сход такой на нет плоский ну и вот и когда вот этот точить начал искры прям белые-белые потом посмотрел он что-то легкий и анализы не делал но в общем то мне знающий человек кузнец сказал что это титан даже вот у меня тут микротрещинки я их не стал убирать это просто при ковке этой полоски в общем то они тут образовались но она стачивается долго долго этот нож делается ну во всяком случае он такой классный долго держит заточку титановый ножик я даже форму практически оставим такую форму оставил для чего чтобы ну в общем то чтобы вечный чтобы нож был то есть чтобы можно было поправлять тут запас в ручке то есть можно ручку будет переделать береста она вообще тоже материал долговечный если он земле не будет лежать то он практически не 100 там ну в общем то на мой век хватит вот а это естественно капа капа тоже прям посажена вот именно даже не на эпоксидку она была к по еще практически сыроватая на просто но никогда мне не получается прям за один раз нож сделать то есть я вот это все зажал обжал прям вот здесь вот правда вот немножко подклеил и затянул и соответственно у меня это капа вот если вот посмотреть то она прям вросла в эту в резьбу который шпилька была я ничего тут не стал ни накладки никакие делать просто зашлифовал и все вот у меня вот такой вариант можно накладку было из нержавейки то посадить или еще что то но в общем то мне вот ручка такая удобно и тоже кругленько то есть ей можно работать ну колбаску очень-то хорошо резать вот этот нож это особая тема такая в общем то он сделан из турбинной лопасти она тоже сделана из титана тут есть моменты вот именно выжжены вот от вот этой струи там раскаленной плазмы который вырывается из турбины вот она выжжена тоже он очень трудно обрабатывается но я все-таки его обработал очень сложно надо но было при в общем то хвостовик приделать нему так как титан сварка не брала отламывалась в общем то я очень целый ряд моментов там в общем то трубки посадочные там в общем то обжимал и он у меня получился достаточно такой серьезный вот резьбу натягивал тут вообще что и силы и соответственно то же самое не заделывал это ничего хотя тут ну так же можно прям здесь просверлить отверстие нарезать резьбу и соответственно накладочку симпатичную сюда также вставить вот и даже у меня капа была немножко как бы треснутая ну это значит мой такой вот стиль что ли что немножко не додела ножи ну чтобы не украли как и чтобы он у меня остался чтобы я его не отдал никому чтобы ну в общем то такая вот у меня примета хоть и красивый самолет хорошо летает но для меня в данный момент сейчас качество формы тоже даже толстая ручка но она вот под два пальца я вот здесь вот зачастую делаю вот если вот обратить внимание вот например где-то накладки не под один как бы не не нож убийца вот именно кухонный нож которым двумя пальцами вот внизу два пальца легко крутить и в таком положении в таком положении вот это мой стиль то есть рукоять где делится на две части можно тут выдумывать чего-нибудь но у меня здесь по два пальца чтобы однозначно чтобы было здесь вот круглое сечение под два пальца моих мой размер и тогда берется очень удобно в руку и соответственно им можно очень легко оперировать ну вот этот ножичек конечно да он такой ну ну а ручка просто фанера я вообще не верил что у меня что-то там получится срастется что действительно так закрепил эту ось что и поэтому думаю буду тянуть она развалится в общем-то сделал фанеру тут запас еще есть очень такой большой то есть можно эту ручку еще переделать но вот та же тема вот по два пальца и он у меня такой в общем-то кухонно охотничий нож но естественно у каждого свое применение я им в основном там чем такое серьезное там раздел его режу титаном такой прочный материал он не особо толстый вот как вот она была вот эта лопасть так вот он у меня и остался даже вот не стал лишнее стачивать потому что вот именно как бы решил сэкономить вот сам титан ну нет не только там из разных материалов дело но в общем-то магнитную сталь не магнитный там нержавейку брал особой прочности вот и вот это сделал из обойма подшипника ну потому что например дома не всегда удобно держать топор как бы в кухонном ассортименте вот этих всяких вилок ножек ножей там вот ложечек чайных топор не смотрится а вот этот нож мне помогли вот хромировать ручка текстолит вот я сделал именно специально для того чтобы рубить просто рубить то мясо или кости и он выдерживается но тут небольшой нюанс если взять вот обойму подшипник и ее не отпустить то она хрупкая если если ее не отпустить да она хрупкая если отпустить но из него делают довольно таки неплохие ножи вот но я пошел другим путем то есть я сделал по образу топора то есть форму сначала вывел вот мой нож и вся эта работа ребята то тут именно связано с рыбалкой вот это вот сколько у меня там видео уже рыболовных и всегда я использую наждак всегда я что-то тот именно вот вспоминаю вот ножи почему-то у нас время вспоминается ножи как обрабатывал как чего то есть опыт этот вот изготовление ножей он мне пригодился вот именно в изготовлении вот этих всяких удочек лезвие большое но он очень тяжелый и соответственно работает как топор форму сделал линзу вывел но вывел ее так просто чтобы она была вот именно а вот здесь вот я зато заточку сделал очень такую угловатую на на градусов 30 не 15 как вот надо а градусов 30 и соответственно вот она вот у меня вот работает и как видите даже вот ну ничего тут у меня не обкрашилась хотя рубил довольно таки разные кости вот вот как раз очень сложно было просверлить я не просверлил а пришлось прожечь и вот здесь например сделал клепку и от она вот у меня чуть размер не подошла и в общем то у меня вот ручка треснула но эта трещинка как я уже говорил чтоб не украли вот и он у меня уже живет как бы все ножи которые у меня с браком они живут вот живут и здравствуй потому что ну все любят красиво люблю практично ну и красивые тоже люблю что решить вот этот вот ножичек мой он такой серьезный вот когда я его сделал для кухни но у меня такая рыбалка появилась в общем то в забродниках я хожу по всяким там местам кувшинкам в общем то где много водной растительности ловлю в окнах на спиннинг вот щуки но все что попадается там ловлю то есть в основном в летнее время когда действительно там и в воде хорошо и не холодно вот и в общем то хожу на рыбалку в костюме короче рыболовном и иногда там повесить рюкзак и вообще это дело такое что рюкзак не оставишь но я вношу в общем то срубаю рогатину из какой-нибудь старой там осинки или чего-то вот ну чтобы ее срубить это перочином ножом это ничего не сделаешь и по образу и подобию вот этого ножа вот этого я в общем то сделал себе вот такой походный ножичек он тоже у меня покоцанный я не стал много снимать это вот при ковке образуются такие вот ну следы не стал много снимать сделал эту ровную поверхность а вот эту линзованную то есть у меня я правша и у меня если там что-то строгаю то соответственно у меня тут ну как вот как рубанок работает что ли и точу его с одной стороны с этой стороны только стараясь поправлять чтобы это было прям вот идеально ровная поверхность вот естественно тут шлифую полирую болгаркой там шлиф диск одеваю вот но вот ручка этой ну естественно там это костяная ручка на такая прочная вот он видите это же очень толстый такой тяжеленький когда рублю держу вот так когда колбасу режу и огурчики то держу вот так и опять же вот эту часть у меня круглая я практически не обработал чтобы поддержать вот эту форму вид что это рог не стал его делать там белый даже вот эти вот части они очень удобно ложат ложатся в руку вот именно прям вот как вот надо и нож ориентирован то есть ровно то есть как надо в общем то вот эта форма не симметричная рукоятки она все равно позволяет в общем то по моим ощущениям это очень даже неплохая а вот сюда вот такая вмятинка ложатся подушечки пальцев то есть очень хорошо при рубке в общем то она он никуда не соскользнет никуда не улетит вот этот ножичек у меня конечно ну такой долго служит долго работает не ржавеет потому что ему некогда ржаветь потому что он постоянно в работе ничем я его тут не покрывал не обрабатывал это просто обоим и подшипника иногда под полируем где-то там коррозия появилась но это принципе он не успевает ржаветь а то что я сэкономил вот эту толщину то 5 миллиметров вот именно вот не стал убирать вот эти вот приковки окалины они тоже впрессовываются очень-то не стал это убирать у меня такой убойный ножик получился для рубка дров то же самое здесь у меня плоско здесь у меня такая минимальная линза и свал где-то градусов 30 наверно вот и этого достаточно чтобы вот именно пользоваться бумагу резать но он тоже режет бумагу когда его так под точишь но в основном у меня режет бревна такие диаметром там сантиметров 5 бревнышки сделал конечно нужно на поясе не ношу просто кидаю его рюкзак чтобы он не повредил ни меня ничего если надо вот шнурок у меня тут есть его заматываешь на урок иногда пригождается для разные ерунды если там на рыбалке ну сейчас еще что-нибудь покажу ну как бы вам сказать вот в юности когда все было там самодельно перночины ножи тоже такие были брусковатые даже вот этот вот вот этот белка назывался ножик я его покупал в москве для себя один у меня был он износилась лезвия в общем-то в общем-то жалко мне его было потерял я его еще вдобавок и потом увидела москве он стоил тут еще в сумме покупал там такой магазинчик был рыболовный ну короче где-то руб 50 что ли он стоил и процессе эксплуатации лезвия то были тоже просто хромированные или никелированные в общем-то они облизали и процессе эксплуатации в общем-то износился и вот я вот тоже разобрал и сделал такое лезвие ну чтобы оно стало немножко длиннее она также из клапана очень долго я вот это вот с отверстием с этим обработкой занимался во всяком случае складничок получился нормальный и он вот прямо точно точно прям по краюшку то есть чтобы не цеплялся я сначала сделан длинше был но пришлось все-таки устранить это дело просто сделал обычный перочин и ножичек который уже служит долго эти клапана не из нержавейки но нержавеющие клапана вот этот один одно из первых лезвий которая я посчитал что я сделал это хорошо так что вот ну естественно тут на рыбалке не обходится там без разных таких ножей но это уже уже современные так сказать ножи китайского производства но он такой неплохой а например когда я куда-то еду так я тут у женщин приобрел футлярчик не приобрел отжал короче все равно не там супер стеряли и вот себе такой органайзер сделал то есть это вот например куда ты едешь если времени собираться нет я его бросил мне хватает и на рыбалке и в общем-то ну для всех технических условий то есть это у меня лежит леску плетенку стричь ну там еще по своим делам вот этот ножичек тоже я приобрел не он такой ну тоже ему много времени как бы но он мне нравится он в общем-то и к в общем-то как столовый нож может работать он как технический нож он до сих пор еще не разболтался у меня то есть тут люфт минимальный вот эта штучка то есть можно и в карман но в общем то нравится ножичка тот такой мягкий удобно если снять это он вообще классный будет но я не снимаю чтобы это его комплект алмазный брусочек тонкий для того чтобы на если надо будет там какую-то серьезную работу трафарет вырезать вот этим нужен этой брусочком я могу подвести и вырежу там там трафарет отвертка на всякий случай тоже прочная проверенная отвертка иголка у меня там еще набор ниток ножницы есть еще у меня вот такая точилочка ей очень легко точится ножи ну грубая такая за . украинская сср это супер какой-то сплав я даже не стал заморачиваться что такое там на сною победит и что-то и ножи точится просто угол выбирается на палец ложится то есть по лезвию палец вот этот скользит и вот этот угол который ты сделал ну при движении пальцем на ноготь можно облокотить он остается неизменным и поэтому за . получается просто идеальная стружка вот просто летит ну соответственно с другой стороны от другой стороны тут уже немножко посложнее приходится навстречу делать то есть зажимаешь пальцами делаешь угол по лезвию рука скользит и соответственно убирается заусенки то есть и вот он точится это тоже такой мой дефицит на такой моментик тоже друг подарил эту точилку вот ну ножнички и соответственно алмазный напильничек здесь у меня еще тут простой карандаш зачастую лежит ну мало ли там как говорят лучше иногда иметь тупой карандаш чем острый ум в общем то вот мой органайзер походный я его на рыбалку особо не беру я уберу только когда куда-то очень срочно быстро надо собраться и не в принципе хватает вот этого даже он у меня вот так бы вот мультитул тоже давно покупал давно но он у меня еще такой рабочий я с ним не особо там часто но во всяком случае пассатишки еще люфта нет зажимают очень хорошо там линеечка практически не пользуюсь те же самые инструменты которые будут инструментов достаточно но целом про вот это все рассказал но этим уже никого не удивишь во всяком случае он не так помогает иногда вот а теперь я расскажу про самое основное что вот именно чем я завершил сезон может помните предыдущие виды и делая там показывал что собираюсь сделать удочку а еще там видео 23 назад я говорил что как можно использовать без кивковую удочку с кивком несколько там вариантов вот один из них я очень-то ее не оснащал потому что эта удочка проедет нижний тагил вот я сейчас ее просто разберу это удочка полностью закрыты то есть она вот у меня тут работает вот этот фрикциончик шайбы посажена так чтобы можно то первым номером метчика проходишь самое главное чтобы был прижим плоский ну и принципе вот первым номером метчика можно легко крутить но я уже такой удочки рассказывал просто дизайн небольшой получился интересный и хотел сделать здесь дополнительный стопор вот для задней вот этой площадки но вот он у меня сел за счет там шайб которые фрикционные внутри уже находится сел и он в принципе даже практически не шевелится и поэтому отпала необходимость мне делать тут дополнительное то есть когда точно делаешь все тут будет отлично не красил ничего вот именно такая рукоятка и сейчас покажу то есть что вот именно что именно мне в рукоятке изменил вот благодаря тому кто мне это подсказал я предыдущем видео об этом говорил то есть эта деталь это фрикционная шайба это катушка самодельная полностью это же в одному видео рассказывал катушка для телеги и балалайки вот единственное что я убрал резьбу здесь сделал вот такой квадратик естественно в этот квадратик у меня вставляется рукоятка и у меня отсутствует так бы сказать ну один момент вот эта резьба и соответственно так как она видите немножко лифтит немножко то в теле катушки вот здесь внутри катушки она очень-то легко вращается и причем вращается по плоскостям плоскости у меня параллельно то есть небольшой небольшой люфтик есть чтобы не была возможность поджать когда резьбой зажимаешь поджимается и соответственно вот эта штука тоже это ось она у меня такая квадратная именно по толщине катушки вот этот квадратик естественно здесь резьба для фрикционной гайки ну и ручка кто во что гораздо в общем то можно ручку эту сделать посажена на резьбу склеена ну в общем то тоже шайбочка тут понадобилось для того чтобы она вот при монтаже вот в это большое отверстие она туда не проваливалась и вот эта шайба также является фрикционом то есть вот я ее собираю она встала и вот за счет вот этой шайбочки которая тут вот она здесь все подобно на все прям ну миллиметр в миллиметр и она просто ложится щекой то и внутрь катушки и в общем то не шевелится а вот это она как бы является и фрикционом и сборочной шайбой то есть это вот завершающий момент когда она работает то есть вы леску намотали пропустили через это отверстие вставили в шестик ну например вы без кивковкой занимаетесь ловите шестик надвинули туда вот эту штучку ну то есть карбон он будем так сказать способен повредить любую леску поэтому надо здесь это предохранить просто одеваем обычные там например капроновый там от от шариковой ручки стерженек от зубочисток ну меняет ватных палочек там ну а чего угодно а это у меня просто ограничитель вот для этого пропускаете